Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Утро в семье Колесниковых нет! Начинается не с кофе, а начинается, не поверите, с причесок. Света старается, вроде как есть повод, но об этом попозднее. Девчонки тоже наводят марафет у себя в комнате. В общем, все предели. Света трясет своей рассадой, ну той, которая стоит на окне, ничего другого не подумайте. А Анжела, между тем, крутит в мясорубке морковь. Будет неженка, да, вот давно-давно ее не было. Будет неженка, наверное, теперь в ближайшие 2-3 недели будут готовить неженку. Ну, а Света, как самая умная, самая такая, знаете, добрая мама, говорит Анжеле, вытаскивай морковку из мясорубки рукой. Свет, что ты мелешь? Ты что хочешь, чтобы у тебя девчонка еще и без рук осталась, чтобы у нее еще и пальцев не было? Ну, как вообще может мать до этого додуматься и сказать ребенку, суй руки в мясорубку? Ну, вот мозги есть у этой женщины? Скажите мне. Я вот думаю, что нет. Еще скажи, Свет, пусть она ногой оттуда вытаскивает. Неужели нельзя взять ложку, да, или лопаточку какую-нибудь, или еще что угодно? Ну, а младшие девчонки гоняют по гостиной на роликах. Правильно, самое место, самое место носиться там. На улицу смотрю ни ногой, никого, видимо, не вытащишь. Все торчат дома. Гулять на свежем воздухе в этой семье никто не приучен. Ну, а далее, а далее все самое интересное. Уселся Лешка, знаете, и с таким вот приказным, таким приказным тоном начал Светке говорить, меня снимай. Никого не напоминает? Даринка говорит прямо вот как он тоже, меня снимай. А мы еще с вами, друзья мои, удивляемся, как он ужасно разговаривает с посторонними людьми по-хамски, да, там в магазинах, еще где бы то ни было. Он и дома-то ведет себя не лучшим образом. В общем, друзья мои, очередная Лехина мулька, очередной Лехин бред. Ну, по его мнению, какие-то злопыхатели, опять 25, написали анонимку на их святое семейство. Не живется людям спокойно. Лех, вот не думай, не суди всех по себе, что вокруг тебя все дураки. Хватит вранья про проверки. Хватит обвинять всех вокруг. Посмотри даже за последние 2-3 недели, что ты показывал на своем канале. Ты призывал всех участвовать в твоих вот этих вот пирамидах. Ты просил денег на ипотеку. Ты называл своих сыновей петухами. Ты возил своих детей в багажнике. Ты жаловался, что у тебя нет денег даже на простую еду для собственных детей. И после всего вот этого позора ты считаешь, что в том, что ты показывал, виноваты другие люди. Нет, Леш, это именно ты, именно ты своими видео, своими собственными руками обеспечиваешь очередные приходы проверок. Ну, а если серьезно, не верим, не верим, не верим, не верим ни в какие проверки. Поскольку Лешка так хвастался несколько месяцев назад, помните, когда была действительно проверка, приходили сотрудники полиции, да? Так вот, Лешка тогда так хвастался и говорил, вот этот ролик, у нас просмотры взлетели просто до небес. Ну, соответственно, конечно же, и денег у за этот ролик получил больше. Поэтому я уверена, что это очередное вранье. Ну, или сам он написал на себя анонимку. Кстати, Макс Чернов, передаю тебе привет. Анонимка, анонимка. Не ононимка от слова ононист. Я когда это прочитала, я ржала просто, это вообще, да? Так вот, значит, да. Либо он сам на себя написал вот эту анонимку, дабы взлетели опять просмотры. Как, поскольку в последнее время у Лехи дела идут не очень, просмотры у него падают. Либо он, как и в прошлый раз, помните, когда пришла проверка, которая просто потопталась у ворот и спокойненько ушла. Леха их тогда не пустил даже на порог. Да, были у нас тогда предположения, что это Лехин театр, поскольку никто не ведется на их провокации видео, и он теперь вынужден. Либо сам на себя строчить анонимки, либо приглашать людей, ну, в кавычках, типа проверка, да? Вот так и сегодня. Леха сказал, ага, хреном не пущу я их в дом. Камеру приготовил, буду снимать. Честно, я валяюсь от этого цирка. Да, если опека придет сама, ты не обязан ее впускать. Но если она приходит с сотрудниками полиции, то тебя спрашивать, мой дорогой, никто не будет. Захотят зайти, зайдут обязательно и спрашивать не будут. Но, друзья мои, получается, чувствуете, в чем подвох? Он говорит, не пущу. То есть, получается, он заранее знает, что либо полиции не будет, да? Ну, а как он может это знать? Вопрос, откуда? Понятное дело, что сам он эту проверку и организовал. А вообще прикол говорит, о проверке ему сообщили из школы, звонили учителя. Ну, вот скажите мне, вот действительно, если вот здраво рассуждать, на хрена нужна такая проверка, о которой сообщают заранее? Проверка, по моему мнению, должна быть внезапной, спонтанной, чтобы оценить вот масштабы, реально картину у тех, кого идут проверять, да? А не так, что они действительно, знаете, там сидят, пьют, там ничего не делают, да? Как говорится, в холодильнике мышь повесилась, а потом им сообщили, и они бац, такие, все взяли, накануне все приготовили, все у них чинно, как говорится, и все замечательно. Ну, и самое интересное, учителя стали звонить Колесниковым, говорят, мол, мы тоже не понимаем, чего это к вашей семье прицепились, мол, проверяющие органы. Девочки все ходят чистенькие, ухоженные, активно участвуют в жизни школы, держите меня семеро. Вот помню прекрасно, помню, помню, как девочки ходят в школу, чего одна блузка Анжелы стоит, которая должна быть белого цвета, но она давным-давно уже серая. И помните, как она натягивалась на ее животе, рвалась, вот чуть было, вот чуть-чуть, и порвется, потому что она ей уже мала на несколько размеров. Ну, как могут эти девочки ходить чистыми, когда та же Анжела ходит в школьной форме, что в школе, что дома, что потом дома пылесосит в этой же школьной форме, сидит, ест в этой школьной форме, даже чистит шушеную клетку от говна и то в этой же школьной форме, то стирают вот это вот все, дай бог, и то в лучшем случае раз в неделю на выходных. Ну, а если вот говорить вообще насчет хорошего активного поведения, я уже не знаю, чем там занимается Настя в своем классе, да, и в чем заключается ее активность в жизни школы, но что касается Анжелы, мы без конца от Анжелы слышим только одно, что она дерется либо с мальчиками, либо с девочками. Ну, если в этом заключается активная позиция Анжелы в жизни школы, то, конечно, тогда да, тогда вопросов нет. В общем, Лешка наш ждет проверку, будет она в 4 часа дня, поэтому я так предполагаю, ну, уверена в этом, что третий влог они не выкладывают, они его выложат, скорее всего, вот когда придет проверка. Мое мнение, что это цирк, цирк самый настоящий. Прошли те времена, когда на них кто-то действительно жаловался, ну, а Лехе это нужно, а Лехе это нужно из-за просмотров, вот он сам себе эти проверки и стал организовывать. Причем, как-то, знаете, не особенно готовятся они к этой проверке, ничего они не наготовили, да, сидят, девчонки вообще рисуют, Светка ходит, их снимает, то есть ни причесок, ни переоделает девчонок, ничего не наготовлено, ничего не сделано. В общем, получается так, что знают прекрасно, что никто никуда не зайдет, и вот, соответственно, получается это представление для нас с вами, для зрителей. Знаете, вот бедный Леша, да, вместо того, чтобы идти работать и зарабатывать деньги, как это делают все мужчины, все настоящие мужчины, он сидит, бедный, и ломает голову, чтобы такое еще придумать, чтобы просмотры взлетели, ну, а в голову ничего умного этому человеку не приходит. Говорит, ждем опеку, ну, блин, у одного опека, а у другого он унимка, ну, это вообще. И еще этот человек вещал нам про грамотность, да, умник тот еще. Ну, а мы, конечно же, друзья, а с вами посмотрим на очередной цирк с конями, как Леха будет выпендриваться перед проверкой, или перед своими, скорее всего, дружбанами, которые будут играть, так скажем, роль проверяющих, да. Ну, и очередной влог. Светка нахваливает свою любимую дочу, свою даришку. Молодец, она, говорит, уже знает, где камеру включать и выключать. Настоящий блогер растет. Свет, ну, если это будет такой же блогер, как и вы, которые два слова в кучу связать не могут, да, слова все коверкайте, то это, конечно, очень и очень плачевно. На самом деле, крайне неприятно слушать вот таких вот блогеров, которые, да, со своими вот этими вечными словечками, ихние, тудым-сюдым, ивоны, ивоны, да, и всяко-разно, которые переиначивают русский язык просто уже по полной программе, которые действительно два слова для них связать – это огромная проблема. Эти люди выходят вещать, как блогеры, на огромную аудиторию, и никоим образом даже не стесняются, даже не пытаются для себя написать хотя бы какую-то подсказку, какую-то текст, чтобы, ну, не так, как говорится, сильно позориться. А я вот думаю, лучше бы Дарина в свои четыре года перестала бы ходить в штаны и училась бы разговаривать, хотя о чем это я, о чем это я, если ее уже готовят с четырех лет в блогеров. Ну, а далее уселись, уселись девчонки Наста, Дарина, Виталина с раскрасками. Ну, и полуролика нам с вами показывали занятия, что, я могу сказать, очень было познавательно и очень было, в кавычках, интересно. Ну, не поверите, друзья мои, свезло так свезло. Дошла очередь и до Шуши. Шуши надо благодарить проверку. Возможно, поэтому Анжелка взялась чистить, убирать клетку у Шуши. Ну, знаете, типа убралась. Я посмотрела стекла клетки, и не только я на это обратила внимание, еще и Светка на это обратила внимание. Говорит, да, стекла, конечно, у клетки, мол, вообще ляпанные, переляпанные. Но им, в принципе, все равно, никто их даже намывать не стал. Видимо, это огромная для них проблема. Света говорит, Шуша радуется. Шуша радуется песочку. Свет, ну, неудивительно, столько просидеть в говне, будешь тут радоваться чему угодно. Хотя, надолго ли ее радости хватит, да? Виталина, смотрю, показывают нам утро. Когда Виталина проснулась, сидит она с куклой. Слушайте, ну, все хорошо, да? Все хорошо. Но вот если представить, что девчонке через несколько месяцев идти в школу, а она все время то с куклой, то маме помогает по дому никаких не занятий, никакой подготовки в школу, вообще абсолютно ничего. Как она будет учиться? Мне кажется, ей будет еще сложнее, чем Анжелке, и сложнее, чем Насте. Я не знаю, я почему-то так думаю. Ну, вот, не знаю. Родителям, правда, до этого нет никакого дела. Света все время радуется. У нее, знаете ли, весна, пора любви. Они птички поют, солнышко бьет ей то в окно, то в глаз, то по голове. Свет, вот если честно, такое желание огромное огреть тебя чем-нибудь потяжелее. Чтобы у тебя уже в конце концов хоть какие-то извилины встали на место и немножко заработали. И чтобы ты поняла, что нужно не спать до обеда и по ночам своего мужика ублажать, да? А детьми заниматься, раз ты нарожала аж шесть человек. На ваших детей на самом деле без слез не взглянешь. Мало того, что они все далеко отстают от своих сверстников, от своих ровесников, так еще и вы настолько на них плюнули, что тупичка эти детей непонятно какой едой, то одеты они у вас просто как самые настоящие беспризорники. И это при том, что эти дети живут с настоящими родными родителями, со своими собственными. И что у вас, у тебя и у Лехи есть руки, есть ноги, есть здоровье для того, чтобы идти работать и что-то делать для своих собственных детей. Но у вас нет самого главного. У вас нет желания все это делать. Вы считаете, что ваши обязанности вы полностью, целиком и полностью выполняете. Лешка считает, что достаточно закупиться макаронами, ну еще какой-нибудь хренью и все. И все он свою, как говорится, мужскую обязанность полностью выполнил. Ну что я могу сказать? Позор, позор с таких родителей. Больше в принципе ничего. Ну а мы с вами, мои хорошие, конечно же будем ждать. Четырех часов дня будем ждать проверку. Посмотрим, что нам там покажут очередной цирк с конями. Ну а у меня на сегодня все. Всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и конечно же для тех, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, всем пока, пока.